Всем привет дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами еще одним рецептом великолепного дрожжевого теста для пирогов, пирожков и булочек. Выпечка из него получается просто как пух. Для приготовления теста мне понадобится. В теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Всыпаю одну столовую ложку сахара от общего количества. Добавляю дрожжи и хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи постоять примерно 5-7 минут. В отдельной миске смешаю яйцо. Я использую яйцо крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Сметану. Я использую жирную сметану 25%. Можно использовать любую. При добавлении небольшого количества кислоты в тесто в нем легче развивается кликовина и тесто получается более такое волокнистое и воздушное. Добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Всыпаю сахар и соль. Перемешиваю. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть теплыми комнатной температуры. Поэтому и яйца и сметану заранее доставайте из холодильника. Просеиваю в миску муку. Но не всю, небольшую часть муки оставлю. Буду ее потом добавлять постепенно. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю яйцо со сметаной и сахаром. Начинаю замешивать тесто сначала лопаткой. Добавляю в тесто оставшуюся муку. Лопатку убираю. Дальше тесто я буду замешивать руками и постепенно буду добавлять мягкое сливочное масло. Добавляю два кусочка масла и когда все тесто собралось в один ком, не осталось сухой муки, я перехожу к замешиванию на столе. Добавляю еще два кусочка масла и вымешиваю тесто примерно в течение 10 минут. Добавляю два оставшихся кусочка масла. Благодаря такому способу замешивания теста в нем очень хорошо разбивается клейковина муки. Я хорошо вымесила тесто, оно получилось вот такое очень нежное и мягкое. Подкатываю его в шар, беру чистую миску, смазываю ее растительным маслом без запаха. Выкладываю в нее тесто и закрываю пищевой пленкой. И отправляю его на расстойку в теплое место примерно на 40 минут. Затем я сделаю обминку теста. У меня прошло примерно 40 минут. Тесто вот так уже замечательно подошло. Я его сейчас достаю из миски и сделаю ему вот такую обминку. Снова перекладываю в миску, закрываю пленкой и отправляю снова на расстойку примерно минут на 30. Посмотрите только какое шикарное тесто получилось.